Чистое поле, зеленая трава. Сегодня и не скажешь, что на этом месте пять лет назад была мусорная свалка, которая издавала неприятный запах. В рамках олимпийской программы специалисты подвергли полигон твердобытовых отходов, глубокой обработки и привели в экологически безопасное состояние. Природный пейзаж скрывает за собой сложную систему инженерных сооружений. Тело свалки закрыто гидроизолирующим слоем. Обводные каналы для дождевых стоков делают его сухим, а чистные сооружения – безопасным. Газосжигательное оборудование и мембраны исключают возможность попадания вредных примесей в воздух и реку. Правда, даже стопроцентная экологическая безопасность не позволяет на этом месте строить жилые дома. Такова мировая практика рекультивации свалок. Поскольку само гниение отходов предусматривает себя очень долгий срок. Соответственно, если там был пластик, то у него гниение порядка ста лет. Да, льда. Соответственно, если ТБО, то они при гниении создают компост и выделяют определенные вредные вещества. Соответственно, строительство какого-либо сооружений, капитального строительства невозможно. Местные жители теперь наслаждаются свежим воздухом и забыли о неприятных запахах. Как, впрочем, и об удушливом дыме. Полигон горел практически каждое лето. Хорошо живется, потому что нет никакого запаха. Все прекрасно. По программе «Ноль отходов» будет законсервирована и свалка в Лао. Сейчас здесь приступили ко второму этапу рекультивации. Тело полигона подвергли глубокой переработке. И специалисты приступили к строительству инженерных сооружений экологической защиты. В конце 2015-го полигон также превратится в зеленое поле. У курорта есть планы по строительству мусоросжигательного завода. На сегодняшний момент это в стадии разработки, стадии проекта. Мы обратились в институт Панфилова, который на сегодняшний момент будет нам помогать в организации схемы вывоза мусора с территории города Сочи. Завод позволит курорту минимизировать свои затраты по вывозу мусора за пределы города. И в то же время сделать процесс уничтожения бытовых отходов экологически безопасным. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин